доброе утро добрый день с новым годом владимир хиллеру аппарата этот недавно услышал такой момент что stories и видео надо начинать у меня такой инсайт произошел выдержать паузу паузу и продолжать привет давно не записывал видео даже готовился так долго волновался где тут камера вот этот мой телефон черновичок хух волнуюсь какая тема я сегодня хочу записать тему про проявление себя где-то минут на 15 на 17 на 18 потому что мне сейчас очень много действительно людей пишут но и раньше писали люди но сейчас побольше стало это факт ухты глаз отлетела спичка вот побольше стало до людей писать зажжем свечу романтика четверговой солью голову намазал что можно спокойно начинать пишут люди мне интересные но на самом деле я понимаю что это за люди это отражение меня так же как я в какой-то степени отражение их конечно разные люди пишут одни там говорят вау классно молодец другие советчики их называют там пишут вот можно было петличку одеть телефон купить там родиться в другой стране более красиво говорить что вообще вылез ну а так то ты молодец то есть ну такое какая-то комплимент не очень я вам скажу и что самое интересное гадкие комментарии ну и 10 процентов но они есть ну как бы мы не хотели как бы я не хотел вот ну они есть и порой да они как-то грустишь грустишка получается потому что я на самом деле чувствую людей то есть ну да он написал я понимаю почему он написал человек какую-то гадость то есть я же вижу там сколько аккаунт создан 14 15 лет назад у меня тут все средства есть чтобы проверить инфу тем более скорпион я все что угодно могу проверить только по фамилии даже без фамилии могу узнать вот видно что за человек почему он это пишет что медвежит то есть я вижу 14 лет аккаунт создан там ни одного видео просто какая-то там юморная картинка из разряда хихиха ха ну или глубоко какая-то там медита медитирующий какой-то сидит человек преисполнен в общем есть такое понятие тоже духовный эгоизм это когда человек очень много всего я впихивает слушает но не делится не говорит ему кажется что чего-то не хватает там не там родился джеки чана друзьях нет брюс вылез там не пригласил миллиона долларов нету петлички нету вот а тут он видит владимир хиллер какой-то свечи желтым спички ему глаза отлетают целое сидит потом ее в нос будет капать и что-то еще вещает из себя вот конечно ему это приятно радостно что есть такие люди что они могут как знаете миллионеры из трущоб реализовываться говорить у меня на самом деле я чуть позже расскажу а я с андромеды я недавно узнал приятно познакомиться вот как это я с андромеды у меня джип москве вот у меня да есть эти качества то есть я показываю людям как можно жить как можно реализовываться даже не имея там допустим того как стартер пак знаете все думают что будет миллион будет телефону и вот тогда и вот тогда вот перееду вот в понедельник вот с нового года вот вот это все вот это все я показываю что это все ерунда можно здесь и сейчас сделать человек внутри он чувствует ему радостно потому что у нас дух и сознанием и идино то есть важно кто себя как осознает в данный момент я понимаю почему это человек пишет он видит что человек сидит показывает вещают ему радостно но одновременно ему злостно потому что да где-то он может больше знать потому что но нам важно тоже общаться с единомышленниками и кто на нашем уровне либо выше то есть да конечно уровне нижесть но с ними тоже необходимо общаться но там больше отток энергии идет но процентов 20 с такими людьми надо общаться это как младших называют вот мы познаем себя через другого человека действительно мы за собой не видим какая у нас сила есть какая красота какой ум обаяние харизма любознательность вот это все мы не видим нам кажется что все такие вот каждый человек оценивает окружающий мир по себе и то есть я когда вижу что человек не пишет я понимаю как он о себе отзывается какие у него блоки что ему мешает что как там кто-то мне было не блоки а тиски и заборы в общем тоже интересно разных людей послушать их не интерпретации на слово блоки вот и его начинают это как-то будоражить вот у него внутри вот эта сила она пробуждается потому что я за собой заметил у меня есть такая энергия и мой дух я вот пытаюсь как этом всю сумму сисю там мы сладенькие мы хорошенькие там как-то аккуратно объяснить зайти там как-то вот как ветерочек сбоку но порой бывает такое что человек не понимают он начинают как-то из него прет и прет и прет и прет и вот у меня есть церемония сананга рапы 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 вообще перуанцы и называют лены и гвозди у меня есть вот она мне очень нравится потому что он показывает кто человек на самом деле это как знаете приходишь на собеседование и все там такое городе такой прям вот знаешь потом аж это слезу пустил прочитал резюме про себя думаешь ого вот это я крутой а вот ты встал на гвозди пожалуйста вот кто тесанангу закапали рапы дунули в носик в дуле трубочку рапы кстати тоже это растительно тоже из растений делается и все и понятно кто ты есть на самом деле вот и получается что человек много себе думает выдумывает и сам себе строит проблемы блоки не может на ровном месте реализоваться это как у меня недавно было со стоматологом я тоже там ходил у меня все чуть-чуть вот но надо было к стоматологу сходить и я себе вот я так посчитал где-то лет 7 а то и 14 какие-то сам все заборы блоки старого что у меня там все плохо ой ну ой ну столько денег надо боже мой боже мой и тут я собрался духом пошел но узнать это что такое ходить к стоматологу это когда у тебя там шприцом а я шприцы не очень люблю в рот лезут там руки во рту тебе там инструментами лазят еще ты же не знаешь что то есть этом картину нарисовал ужасного тебе говорят все хорошо такое же попустилище происходит это попускаешься так думаешь так нормально так вот почему я отклонился от тех людей которые пишут и не проявляются вот отчего тема потому что люди как-то вот больше вот свою энергию в минус отдает они даже это не замечают есть даже такие люди которые практикуют растительную медицину и вот я вижу таких людей они пустят реально какой-то негатив агрессию потому что в чем вообще смысл растительной медицины это не от того что она вас не так скучно как мне там пароль пишут в телеграме мне скучно можно я лсд съем я такой сначала сижу не понимаю думаю может розыгрыш какой-то там вообще ничего не ответил потом они опять что-то ой мне что-то скучно стало вот как-то меня тошнит не работает ваша методика я говорю а вы сколько меру какую потребляете я так на глаз три средних это не мухомора я такой думаю блин ну говорится же черным по белому тебе что да как что сколько ну не видят люди вот есть свои какая-то картина мира создали сами себе какой-то там пейзаж персонаж персонажи нарисовали такого жертвенного которому чего-то не хватает ему надо куда-то бежать соответствовать и тут действительно да вот есть такие люди я не говорю что я там идеал гуру не ну просто я взял тоже на себя смелость как у сходил к стоматологу также вот я беру телефон сейчас он мне на кастрюле стоит я записываю ну чего что мне мешают да ничего мне не мешает вот если я хочу чтобы меня камера был лучше я себе пишу цель я хочу телефон я смотрю какой телефон я захожу в салон и узнаю какая цена у него думаю что вот этой мороки не было с какому с кастрюлями с этими выстраивания городков штатив сколько стоит узнаю потом смотрю петличка сколько стоит вот я бы хотел тоже по улице ходить воду с бульбашками пить шутка этот штатив такое и видео записать эту ручку кстати жена подарила мне я это посмотрел узнал все я понял я пустил в пространство я не сижу не жду пока она придет ко мне я вот возьму запишу видео блин у меня сейчас уши так горят вообще кто там обо мне так вспоминает левое ухо это значит неправду говорят вот и то есть вот то что есть у нас вот от этого необходимо плясать отталкиваться они ждать какого-то идеального момента когда там перееду вот накоплю это конечно классно копить то же самое как и деньги и знания но также необходимо и делиться и знаниями и деньгами необходимо да также себя оценить свой труд оценивать я тоже вот вернемся к тому что кандирам с андромеды почему я это узнал это очень люди с этой планеты кто кстати в теме напишите видео есть телеграм-канале аудио с канала интересного вдохновляющего это не реклама простите вот и я скину по андромеду это люди до которой вот мне все быстро у них на планете денег нет у них энергообмен и получается я тоже раньше там да это же все знают все умеют расскажу да и чего и боже мой а потом мне начали платежки приходить я потом видел действительно я хочу upgrade сделать но необходимо баланс сделать и тут мне начали люди попадаться которые со мной ну как на рынке за какую-то копейку там торгуются я такой я же не гуся продаю или не картошку там бабы гали там закупил за две копейки вам за 500 рублей продаю нет я как бы предлагаю я но люди чувствуют мне даже предлагать не надо вот действительно я очень рад что есть люди сша я бы хотел назвать имя но я не уточнил стоит не стоит потому что ну мало ли я все-таки тоже за конфиденциальность за за личную жизнь то есть люди сша пишут с того же в этом бич пишут с нью-йорка пишут с детройта с канады с израиля то есть ну со всего мира пишут с украины с россии с узбекистана пишут они пишут то что понимают о чем идет речь также консультация происходит кстати поздравьте у меня недавно была первая консультация за за консультацию заработал 400 долларов я даже не скажу вам что это что-то нечто раньше для меня дает какая-то что ты надо же по рынку было сравниться какая средняя цена не выскакивать или вот и что там просто за консультацию денег будешь брать ну просто после того вот кто консультировал тот поймет что какой идет колоссальный энергообмен то есть если тебе человек пришел по твоей карме уровнем выше ты от него подучишься и он от тебя вверх пойдет если пришел ниже человек это также по карме то есть произойдет такой ну своеобразный слив энергии как вот кто кровь сдавал тот поймет гвозди сдача крови тот же самый принцип то есть ты сдал ты здоровее стал носи постоянно сдавать то же самое как растительная медицина ты будешь как это обесточен утончен в общем как это говорится такое слово ну короче сам себе хуже будет делать утончаться будешь ну короче есть такое слово я потом в комментах напишу вот то есть ты себе хуже будет сделал постоянными этими практиками а так вот если пришел человек ты его проконсультировал он тебе дал деньги ты это время отлеживаешься дома в себя приходишь ванны принимаешь также в церковь ходишь молишься рассветы встречаешь за еду платишь за коммуналку и человеку эти деньги обратно приходят из недавнего моего жизненного опыта было я человеку целителю деньги давал вот он мне мне отправлял сеансы то есть мы как энергообмен бартер был и мне хотелось даже больше этому человеку дать вот иногда у меня вот я скажу было ого я столько денег даю блин ешь так много даю надо как-то коней придержать но я сам по себе натура щедрая и что-то как-то внутри серно было что нормально я все делаю и потом я прихожу к нему на дни рождения у меня 13 было ноября у этого человека 12 января и мне дарят колоду карт вот я вам скажу чтобы это не было из разряда там вымысел фантастика вот карты юнгянские таро я понимаю блин ну все что ты даешь она все тебе возвращается то же самое как вот мне люди пишут а где у вас дипломы а что я получу то есть знаете я как будто еще станцевать должен показать сальто там воздухе двойное сделать чтобы как-то удивить и вот раньше да я работал менеджером по продажам агентом по продажам коммерческим директором вымышленных фирм вот и я получается понимал ага сигнал возражение надо отработать возражение а сейчас я понимаю да и не интересно мне охота конечно сказать все конем короче кто понял то понял ставьте лайк и этот мне уже не интересно что то доказывать показывать я вот когда медитирую мне сознание показывает что мы все едины мы все связаны и мы сюда приходим для проживания опыта земля как действительно как сервер вот вам из разных планет да кто-то есть земли есть кто-то сириуса кто-то с андромеду но не в этом суть просто мы сюда пришли прожить какое-то качество себе усилить где-то допустим кто-то себе ставит цель вот обязательно чтобы у него там на уолл-стрит дом был выше всех по-другому никак и вот кто смотрел 9 жизней смотрели потому что женой так все понимаем о чем там речь идет по крайней мере посмотрите то есть обычно таких людей которые куда-то ломятся щемятся тормозит пространство вот как у меня тоже бывает ко мне обращаются люди за витаминами а вот долго делать долго делается конечно потому что все натуральное все растится все изготавливается под человека под его намерение а я чувствую что у человека какие есть блоки какие какой у него опыт был с каким опытом но с багажом ко мне пришел какое у него мироощущение какое вот и для его духа задачу почему я решил проявлять свой дух до кому-то я может быть неприятен кому-то я не нравлюсь кому-то не нравится моя манера кому-то не нравится как я telegram виду кому-то нравится какие instagram виду кому-то не нравится ну блин я не хочу на этом заостряться это все лишь 10 процентов я их спокойно возьму переработаю и я 90 процентов света получу и в итоге ко мне придут интересные люди классные возможности классные предложения и придут люди которые поймут они напишут блин ты своими видео меня вдохновил как у меня пишет человек назову артур кстати привет артур классную книгу написал я действительно читал и прям понимал что как мы друг для друга вот у меня мурашки пошли можем очень классную роль сыграть нашей жизни кого-то вдохновить кого-то поддержать и не обязательно же дом до на брайтон бич строит чтобы все увидели какой ты крутой а просто помоги одному человеку начните с себя вот кто-то пишите вот вы кто любит гадкие комменты писать и у кого ни одного видео и не новой статьи запишите сами видео давайте посмотрим как вы это пишете просто ну проявитесь как-то сделайте что-то ну доброе то есть направьте вот эту энергию которая вы никуда не направляете о чувству дух включился поток пошел направьте вот эту энергию которую вы не проявляете от которой вы дуреете в дело ну идите побегайте идите отожмитесь присядьте возьмите метлу подметите вот мне год назад человек обращался а он такой достаточно он моложе меня но он такой знаете как умный в мирных войнах мирный воин фильм он как таких называют который вот выскочка из выскочек я сам таким же был периодически бываю у меня есть такое альтер эго выскочка просто и у него и по деньгам все хорошо все отлично него в материальном мире но человек серна пришел и мне сказали ему берешь веник и подметаешь вот он живет в кортом доме там на каком-то двадцатом этаже ему берешь веник и подметаешь пока вот он у тебя не сотрется потом поговорим человек обиделся конечно но что ж какие деньги я на то время 150 долларов дал за консультацию человек обиделся то что просто так деньги куда-то отдал сливы тут это веник подметать и познать унижение какое-то но проходит год и человек не пишет и говорит спасибо я понял на самом деле я тоже думал блин может я не то человеку сказал надо было как-то аккуратнее и нежнее вот этом обходитель не вот но я чувствовал что я в тот момент был проводил через себя то есть не я говорил а мне так сказали передать ему вот и также я понял что после вот такого формата когда я человеку говорю одному сходи в хоспис ухаживать за больными другому съезде к родителям третьему жену послушай четвертому ну просто помолчи вот как мы сейчас смотрим американские фильмы жены сериалы там они куда-то на таити поехали и там такая дичь вообще я смотрю сериал у него такая же какая-то тяжесть такое сдерживание в груди что нету такого настоящего ну да они там успешные по фильму у них там все хорошо все-таки америка но там девочки синтетику увлекаются мальчик там компьютер сидит папа там что-то вообще на какой-то своей волне оторвался от жизни мама там такая как говорится с могучими яйцами откровенно такая и как показана такая картина то есть если у тебя есть здравая мысль и здравомыслия трезвый ум ты понимаешь эту картину и ты можешь абстрагироваться на сервина ощущение остается а вот кто просто сидит кушает бездумно смотрит он же на свой жесткий диск записывает 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 это и вот получается тоже есть люди я им говорю два дня вообще без интернета без ничего вот сейчас я живу в киеве в этом украина кто знает мою историю как жизненный путь произошел происходит данный момент как богиня макошь плетет мою судьбу те поймут и я действительно принимаю все что происходит вот сейчас у нас нету света бывает что воду отключает но я понимаю что ему хорошо ну а как бы я хотел жить моя жена сейчас дом хочет я как бы да как можно сказать один из типичных представителей мужчины мне нравится там где живут что-то грустно стало мне пойду штаны переодену мне уже классно жена и машину надо в магазины какие-то интересного церемония терапия было чтобы жене тоже было интересно я и даю денег чтобы она сходила вот из-за недавнего я дал 100 долларов нормальная для выхода то есть я в дальнейшем хочу только повышать планку я хочу чтобы человек тоже получал деньги получал их потому что я знаю что это человек направит их свет не в грех там не на бои петухов куда-то под мостом сольет эти деньги а вот купит то что ему нужно даст поделиться вот я тоже самом деле с удовольствием на примере карт все что мы даем она все нам возвращается это вот когда вот эта модель торгашеская она имеет место быть но она в балансе должна быть а когда ты там за каждую копейку торгуешься как он не пишут людям картинка такая там бмв феррари там крутые дома и там человек начинает мне там торговаться да мне даже чисто вот охота у меня дух включается имел такой там мантру прочесть ему он он иди вот это последние два слова слов кто знает тоже понимает о чем речь то есть мне не охота вот этим заниматься то есть я проявляюсь я понимаю что я подключаюсь к этой энергии которая проходит сквозь меня и я и уговорил и вот одна из ключевых показателей вот проявление это вот отталкиваться того что у тебя есть да мне пишут люди у которых болезни допишут люди у которых жены ушли детей забрали которых с работу уволили которые там за границей без денег остались или кто-то там сидит уехал сам себе на отшиб вот у меня сейчас знакомый есть жил в столице откуда сейчас все уезжают и поехал куда-то на остров он в столице жил ему не очень был хотел куда-то вон туда за горизонт уехать но он уехал теперь ему там не очень он обратно хочет вернуться то есть вот эти постоянные качели то есть это самообман на самом деле когда вы чего-то ждете что-то появится вот как я бы сидел и ждал пока мне телефон появится или вот вот найду 500 евро и вот тогда пойду зубы делать что думать я бы пошел да не пошел бы я их я бы не знаю пошел бы как в состоянии жертвы там их отдал типа но ежели там отдал деньги но зубы тоже дорогого стоит то есть необходимо вот брать раздеваться снимать свои детские штанишки вот и заходить в воду да она холодная будет она там непонятно глубокая вдруг там кто-то плавает вот так вот да надо заходить дух только так и закаливается то есть повторюсь да я больше для мужчин вещая но конечно есть женщины такого марсианского типа как овны стрельцы и львы ну вот ну это вообще независимо от знака зряка просто в ментальной карте марс присутствует то есть воинствующие такие то есть это да им тоже подходит то есть но необходимо брать и идти делать ну как по-другому лучше узнать понять что пережить перебеситься хочешь ты допустим ну в доме загородном жить и просто ты мечтаешь и мечтаешь 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 всем уже плеш проел вот а тебе деньги идут и идут идут и идут как он у меня сейчас знакомый ну как знакомый человек мы познакомились я восхитился массажистом у него такой достаточно ну не понравилась его энергия и дело его понравилось он купил пять домов но по цене гаража в столице то есть можно же было тоже да так как это знаете мечтать что будет у меня миллион вот тогда заживу да не будет такого берешь покупаешь делаешь и там в процессе тебе там еще что-то появится там узнаешь что узнаешь а мы вот как умные люди умки мы хотим наперед вот этот весь путь расчертить и чтобы он обязательно был без каких-то вот непредвиденных ситуаций вот чтобы все было так как я хочу ну сейчас на самом деле пространстве показывает что ты либо принимаешь все как есть и тогда будет как ты хочешь или же ты так и будешь дать когда же там как премудрый пискарь кто мультик смотрел тот молодец вот очень много оттуда можно почерпнуть а кто не смотрел рекомендую посмотреть поэтому я действительно благодарен залим привет салам мой выбочь залим салам артур привет классная книга пиши на самом деле у тебя история хорошая ты не заостряйся именно на цели цели которые ты мне предложил то есть это не твоя конечная твое конечное предложение у тебя на самом деле творчество хорошо идет тебе необходимо дальше проявляться вот человек тоже да вот понятно я я чувствую тебя ты ходил ходила на в тебе все кипела кипела и она выхода них не находила это вот искал кто там течет расскажет ну да ты нашел может сказать ты же почувствовал и ты изнутри начал проживать это выписывать на лист то же самое с не буду имя назвать нос хьюстона человек такой достаточно сообразительный с цифрами я пускал на ты обычно все думают что женщины глупые машины водить не могут но я бы сказал что этот человек и машина может водить и и цифры хорошо считает даже есть такое выражение коня наскоку остановит горячую избу войдет вот а тут человек хочет волосами заниматься и у человек ходит 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 я прям как чувствует это тоже такое состояние как я тоже хотел и я не понимал я тоже там агрессировал я курьером работал я раньше боялся об этом сказать ну ладно работал а что в нем такого что в этом такого то есть любые работы это благословение от бога то есть каждый по-своему называйте но есть высший разум высшее сознание это от него благословение и если вы не проживаете вот этот опыт который как вам кажется ничтожный вам дальше не дастся то есть вот я вижу как люди до страдают я и сам страдал через это но это состояние жертвы я вам скажу без обид и очень здорово церемониях растительной медицины вот у меня тут алоэ я носик закапаю на самом деле от классно до как сальвадор дали сальвадор алоэ дали вот то есть любой растительной медицины смысл что она очищает ну у каждой каждого растения травинки есть свой эффект также этот эффект можно усилить но вот если вы на чем-то одном заостряете внимание то это не цельное не холистическое понятие необходимо полноценно понимать вот как вот допустим тоже психотерапия вилада мне пишут в чем смысл в том что вы себя увидите кто вы есть на самом деле то есть можно умные слова в интернете говорит там картинки штопать умные красивые сообразительные но вот порой когда вы увидите кто вы есть на самом деле как вы сами убегаете от себя то есть смысл же не в том что кому-то что-то доказать там машину припарковать на газоне или там плюнуть на лужайку кому-то это же вы сами себе в огород плюете сами себе какую-то компенсацию на ком-то производите потому что мы до других относимся также как до себя поэтому повторюсь вот когда мне кто-то что-то пишет я понимаю что ну как человек для себя относятся то есть но и повторюсь таких людей 10 процентов но как обычно бывает такие люди очень запоминаются поэтому необходимо брать вот то что у вас внутри есть и вытаскивать наружу на свет потому что внутри вы так вот вы будете себе носить вы будете она ну как говорится прокиснет и стухнет вспомните это мещанское мышление когда бабушки дедушки наши папы мамы да и мы в какой-то степени скатерти вот только на новый год скатерть а вот это красивая одежда я ее только на свадьбу одену а вот это платье только на выход оденься ты красиво там ну я даже себе такие советы даю у меня раньше не было такой привычки вещи себе покупать у меня и сейчас она слабо развита там трусы носки пардон за интимные вещи вот так оно и есть то есть покупала мама там ну и дай бог ей здоровья как говорится вот но мама уже как говорится своей жизнью живет володя своей жизнью живет ну и чё сидеть как жертва ждать нет надо идти брать покупать все вещи зубы раньше тоже кто делал там мама либо там где-то медколледже учился в армии как у нас парни год в армии зубы лечат пойдем пришли им повыдирали зуба него лайк я такой не зубы надо лечить они вырывать то же самое вот как у вас есть внутри энергия вот да она проявляется если вы не выносите в свет виде болезни это может быть до повышения давления вот как знаете как кто-то маршрутки боится сказать остановите там и ждет пока кто-то скажет то же самое да конечно будет страшному блин этот страх он как огонь вот от него можно согреться если чрезмерно находиться в этом страхе в огне то можно сгореть а вот если ты сказал все больше финито не будет никакой там завтра послезавтра вот у меня это за окном прекрасная картина что завтра может и не быть поэтому берете листочек и пишите берете видео записывайте если у вас есть желание инвестировать светлое будущее пишите мне на консультацию я вам с удовольствием ее проведу я вам покажу как те деньги которые вы отдали мне они вернутся к вам я вам познакомлю с самим собой я вас познакомлю свои эго и со своей гордыни я прекрасно сейчас на этот год понял свой посыл от духа что необходимо показывать свой дух и если люди обидятся то ничего страшного то есть это ну это все проходит через обиды все проходили необходимо действительно очищаться вот очищение огнем это одно из самых лучших огонь понимаете да это кавычках это одно из самых лучших принятия доверия благодарность происходящему все что происходит благодарите за это лишний раз хочу подчеркнуть что у вас все есть для того чтобы быть тем кем вы хотите быть и там где вы хотите быть там нет никакой очереди нет никаких подстав никто на голову не лезет не надо стремиться куда-то напрягаться вылазите шкуры вон нет вас увидят вас услышат и люди придут именно на энергию то же самое как и мне люди приходят на энергию я понимаю что я не говорю ничего с их естественного я просто вещаю от того что я есть да и володя да мне там 34 годиков 34 лет ну но я вещаю мне хватает мужества да мне порой страшно о чем-то вещать как было страшно в украине на русском говорить но как по-другому по-другому без храбрости не получится вот как посмотрите элис в стране чудес по моему где вот это страшила был потом дровосек и лев который лев хотела храбрость на самом деле она же у него и главу я гульня шнурашки то есть но необходимо было путь пройти и вот относитесь до жизни тоже вот как к пути не как бизнес-проект где в этом куда-то там пять копеек положили хотите этом медный пятак получить ну и так можно получить от жизни за такое подходите с любой вот как бы вы хотели чтобы к вам относились относитесь тоже так же почему это люди же могут так относиться люди тянутся к таким тоже станете таким тоже зажгите кого-то мне действительно очень приятно читать комментарии мне с разных уголков нашей нашего сервера планета земля пишут и не это вдохновляет да у меня тоже есть человеческие проявления чувств мне там тоже там советы дают налево направо я могу спылить но потом я отхожу как говорится вспыльчивый но отхватчивый поэтому зажигайте себя этот огонь необходимо показывать а то уже будет жареным пахнуть изнутри вот и также вы другие зажжете и спасение себя ну спасение людей начинается со спасения себя и нет ничего зазорного то что вы допустим работаете не там где вы хотите или в этом не спасайте миллион жизни миллиард жизней да вот вы с этого момента начните а потом я запишу еще видео запишу видео кстати стоматолога а может и не просто мотал уже тоже в потоке что-то придет поэтому был рад сегодня с вами пообщаться давно да это не записывал видно да то что больше уже получаса но это все было от души в потоке то есть я действительно знаю что вы это почувствуете мои видео даже можно узнать и как это говорить послушать и уже все понятно стоит можно подключиться к ним даже на 15 минуте на 16 минуте понять о чем идет речь поэтому развиваемся дальше потихонечку растем потихонечку развиваемся живем дышим благодарим так что я на связи